Владимир Путин самый опасный дурак в мире. Так озаглавлена свежая статья колумбниста Нью-Йорк Таймс Томаса Фридмана. В ней он рассуждает о том, в каком положении оказался Путин спустя 15 месяцев широкомасштабной войны в Украине. У Путина нет и не было плана Б, пишет Фридман. Его единственный план заключается в том, чтобы взять Киев за три дня. А после того, как он провалился, он оказался в положении, в котором не может ни выиграть, ни проиграть, ни остановиться. Отсюда и массированные бомбардировки Украины, отсюда и бесконечный штурм маленького Бахмута, отсюда и лишенные логики, заявления о том, что война нужна для сохранения семейных ценностей. Весь план Путина сейчас заключается в том, чтобы переждать. О том, сработает ли этот план, я спросила у самого Томаса Фридмана. Начну с пары вопросов после дам вашей недавней статьи. Я ее как раз вчера прочитала. Вы пишете, что у Владимира Путина нет плана Б, и что он все еще надеется оккупировать всю Украину вместе с Киевом. На ваш взгляд, в Кремле есть люди, которые понимают, что это невозможно? Если вы, конечно, согласны с тем, что это невозможно. Исходя из той информации, которая у меня есть, я не знаю. Я могу только делать предположение, что это так, потому что факты говорят сами за себя. Президент России начал вторжение в Украину с целью оккупировать ее столицу и заменить президента пропутинской фигурой. И эта затея провалилась. Она провалилась еще 16 месяцев назад. Я полагаю, что в Кремле должны быть люди, которые видят, что запасного плана нет. Естественно, запасной план – это не бои за Бахмут и потеря жизни тысячи российских солдат и наемников, без возможности при этом взять хотя бы один город. Так что похоже на то, что запасной план – это сравнять с землей как можно больше украинских территорий и постараться взять измором Запад. Чтобы в конце концов все это дало Путину возможность прийти к выходу, который позволит ему сохранить лицо. Поэтому это никакая не специальная военная операция, это операция по сохранению лица Владимира Путина. А вы считаете, он сможет сохранить лицо, принимая во внимание всю эту историю с атаками дронов, проблемами в Бахмуте, о которых вы сами только что упомянули, и многие другие трудности, с которыми он сейчас сталкивается? И, конечно, принимая во внимание контрнаступление, которого все ожидают. Это во многом будет зависеть от контрнаступления. Если все застрянет в еще более глубоком и широком тупике – это одно дело. Если Россия сможет отбросить его назад – это совсем другое дело. Ну а если украинская армия при помощи Запада все-таки сможет прорвать российский фронт, то это совсем новая ситуация, которая вообще может оказаться довольно пугающей. Потому что если Путин столкнется с перспективой поражения в Украине, которая будет очевидна для всего мира, не говоря уже о потере Крыма, думаю, шансы на это относительно малы, но не нулевые. Тогда он может сделать что угодно. Возможно, в уединении своего дворца он сейчас очень обеспокоен. Вы сейчас говорите о ядерном оружии. Я бы не исключал ничего. Я думаю, что это все еще маловероятно, учитывая позицию Китая и его главного дипломатического союзника. Не говоря уже об остальном мире. Думаю, если бы он решился на это, он бы вошел в историю как, вероятно, один из самых злых людей, когда-либо населявших планету. Но он начал эту войну в одиночку, без какого-либо понятного планирования. И это все, по сути, уже выжгло и растратило целое поколение и его прогресс в России. И от этого уже не отмахнуться. Мне кажется, нет никакой возможности для него выйти из этой войны и при этом выглядеть хорошо. Он, конечно, может притвориться, что это так, если он сможет получить еще немного территорий. Но я думаю, Путину страшно, что если и когда война закончится, россияне сложат одно с другим. И тогда, на каком бы расстоянии от Киева все это не кончилось, они скажут, ради чего мы стольким пожертвовали? Ради еще нескольких километров Донбасса? Ради потери еще нескольких километров в Донбассе? Ради удержания Крыма, который и так уже был наш? Зачем? Зачем все это было? Это было из-за угрозы НАТО и США. Он настаивает на такой версии. Он постоянно про это говорит. На самом деле Россия сражается с НАТО, Россия сражается с Соединенными Штатами. А денацификации в его публичных высказываниях больше нет. Мы больше не слышим о том, что это цель так называемой специальной военной операции. Зато мы слышим про войну с Североатлантическим Альянсом. Так к чему это ведет российскую политику? Он правда думает о Третьей мировой войне или это просто популизм? И если думает, то зачем ему это? Будучи колумнистом, который освещает внешнюю политику для Нью-Йорк Таймс, когда начинается такая война, ты сразу начинаешь думать, где мне сейчас нужно находиться, чтобы освещать события лучше всего. Должен ли я быть в Киеве, во Львове, в Москве, в Варшаве, в Берлине, в Лондоне, в Брюсселе, в Вашингтоне. Но чтобы освещать эту войну, есть только одно место, где нужно быть. Это голова Владимира Путина. Потому что все это разгорелось именно там. К сожалению, Путин не выдает визы к себе в мозг. И всегда можно заметить, что война непоследовательна, бесцельна, если постоянно приходится менять обоснования для этой войны. То есть изначальной подоплекой было предотвращение расширения НАТО и ЕС. Я это даже понимаю. Я могу поставить себя на место России, когда тебе не хочется чувствовать себя окруженным. Прекрасно это понимаю. Но это быстро отложили в сторону и заговорили о деноцификации Украины, что было полным абсурдом. А теперь, если послушать его майскую речь, с которой он выступил на параде в Москве, то там все крутится вокруг культуры. О том, как не дать России заразиться западной культурой, поддержкой прав ЛГБТ. Да, речь была о традициях, российских традициях. Серьезно? Ты развязал войну с Украиной, чтобы защитить русский борщ? Ради чего это все? Он украинский, Томас. Вот-вот. Опять же, все знают, что 20 лет назад я сам был противником расширения НАТО, когда это еще было релевантно. Но сам факт, что столько россиян пытаются откосить от армии или уезжают из страны и не устраивают общественного подъема в поддержку войны, это сразу показывает реальное положение дел. Это все напускное, это совершенно неорганично. Это все родилось в голове у Путина. И нам остается только подождать и посмотреть, что еще там родится. Но мне все-таки кажется, что Владимир Путин не может отпустить идею оккупации всей Украины, что он все еще думает о триколоре над Киевом, о московских танках на Майдане Незалежности. У него просто нет выбора, потому что он принял такое количество неверных решений. Вы с этим согласны? Знаете, когда ты начинаешь войну и делаешь неправильно буквально все, вообще это довольно трудно. Ты ошибаешься в своей армии, ты ошибаешься в украинской армии, ты ошибаешься в украинском руководстве, ошибаешься в украинцах, ошибаешься в Польше, ошибаешься в Швеции, ошибаешься в Финляндии, ошибаешься в НАТО, ошибаешься в Байдене, и ты ошибаешься в западных союзниках. Ошибка, 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 ошибка. Путин умудрился ошибиться во всем Это очень трудно Даже слепая белка справилась бы лучше, понимаете? И когда ты ошибаешься во всем, у тебя остается всего два выхода, которые и были с самого начала Ты можешь проиграть в начале и по мелочи А можешь проиграть позже и по-крупному И, к сожалению, Путин выбрал дверь номер два Он выбрал проиграть позже и по-крупному И сейчас он как раз этим и занимается Потому что война, которая началась по заведомо ложным причинам и без четкого плана Которая порочно, морально и идейно Никогда не может закончиться хорошо Вы писали в своей недавней статье Все говорят, ну, то есть жалуются Полагаю, вы имеете в виду, что и люди, близкие к Владимиру Путину, тоже говорят И российские элиты говорят Как вы считаете, к чему это приведет? Пока ничего из-за подобных разговоров не меняется В конце концов, это должно на что-то повлиять И когда мы это увидим? Когда понятия не имею и даже не знаю, увидим ли Путин очень крепко держит страну, мы все это знаем Но если война настолько популярна, то зачем тратить столько сил на то, чтобы никто ее не критиковал? На это уже потрачено столько времени и энергии сил Если война популярна, то почему столько людей пытаются уклониться от призыва? Люди должны стоять в очередях на мобилизацию, чтобы сражаться на этой великой патриотической войне Чтобы деноцифицировать Украину или чтобы избавить Россию от западного влияния Но этого всего нет, все это чушь и надувательство Я вполне могу понять россиян, которые боятся открыто об этом говорить Ведь вас могут бросить в тюрьму, и никто вас больше не увидит Я прекрасно понимаю это Но это не значит, что люди не знают, что на самом деле происходит Когда у вас 200 тысяч убитых и раненых, даже в большой стране Вы знаете кого-то, кто знает еще кого-то, кому эта война причинила страдания Вот это проблема для Путина Сместят ли его оппозиционные силы, будет ли большая Россия процветать или наоборот, я не знаю Что я могу сказать точно, войну начали под лживым предлогом И ведут ее непрофессионально Очевидно, российские солдаты никак не замотивированы Если бы это действительно была война за национальную безопасность России Ну как же так вышло, что вам приходится призывать заключенных из тюрьм И предлагать им рисковать своей жизнью, чтобы выйти из тюрьмы Давайте обратим внимание на фигуру Евгения Пригожина Этот человек каждый день делает заявления, записывает ролики Критикует российское министерство обороны Что вы об этом думаете? Опять же, тот факт, что вы можете вести войну, только наняв частную военную компанию Которая в свою очередь нанимает уголовников Все это говорит само за себя Тот факт, что Путин вынужден настолько зависеть от Пригожина Показывает его слабость В этой стране живет 160 миллионов человек И там все равно не могут мобилизовать миллион солдат в армии Приходится полагаться на ЧВК Которая в свою очередь полагается на воров и убийц И все это, чтобы обрести успех, которого все равно нет Меня ужасает такое моральное и идейное разложение И люди это замечают Могут ли они с этим что-то сделать, это уже совсем другой вопрос Путин очень постарался, чтобы люди чувствовали на себе эффект этой войны Дай бог, чтобы завтра огонь прекратился, это было бы чудесно Просто чтобы остановились убийства Но после этого будет огромная дискуссия Россияне хранят 300 миллиардов долларов в западных банках, которые заморозили их деньги И вы знаете, что мы увидим огромное давление на этих людей, чтобы эти деньги пошли на восстановление Украины Поэтому на следующее же утро после окончания этой войны начнется новое И россияне об этом услышат И когда им скажут, что все их деньги на зарубежных счетах хотят использовать для восстановления Украины Это ничем хорошим не кончится И последнее Если мы попробуем проанализировать ситуацию Представим, что украинское контрнаступление пройдет успешно И это тоже важный вопрос, что называть успешным контрнаступлением Но если это случается Может ли быть объявлено о прекращении огня И может ли Владимир Путин согласиться с решениями, которые будут для него нехороши Я думаю, мы скоро увидим самую опасную фазу войны с самого ее начала По причинам, которые вы назвали Очевидно, цель Украины вернуть все свои территории, если это получится И обнулить все приобретения Путина Думаю, это сделает его еще опасней А если Россия устоит перед контрнаступлением Тогда давление будет уже на Зеленского со стороны его западных союзников и партнеров Чтобы он принял условия мира Грязные условия, которые позволят Путину до некоторой степени сохранить лицо Отдать ему часть Восточной Украины, чтобы остановить войну Я не знаю, что будет, но что я знаю Как бы ни была эта война опасна раньше В ближайшие три месяца она станет гораздо опасней для обеих сторон Спасибо, закончим на этом И надеюсь вновь увидеть вас на Дожде, Томас Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...